здравствуйте сегодня обзор будет на содержимое вот этого вот пакета этот набор содержит сразу четыре отряда зверороботов от технолога не достались в таком виде на литниках это отряды африка арктика панцероны и пиночеты которые некрофашисты я помню что в 90-х нигде только не продавались во всех магазинах включая продовольственные у нас дома была одна фигурка кто-то взял дочь когда ходил за продуктами оттуда она пришла с фигуркой и это была единственная фигурка зверороботов да пожалуй даже всего технологов 90 которая была у нас дома был какой-то робот с головой которая мне напоминала 9 поясного броненосца вряд ли это был самом деле 9 поясный броненосец но тем не менее мне это так напоминала скорее всего она не сохранилась поищу я может как-нибудь может быть я и найду если повезет но хотя вряд ли с тех пор много чего пропала как мы видим руки отдельно вы еще отдельно сейчас я соберу на камеру одну фигурку остальное потом соберу и покажу уже собранные фигурки достаточно туго они вставляются ну ладно пока только вот так потому что я хотел проверить одну вещь я читал что какой-то один из выпусков этих всех зверороботов их руки были совместимы с лего оружием ладно попробую так вот у меня ли они оружием нет но явно толще то есть это не то ладно теперь я буду их спокойно собирать и потом их покажу ну что ж продолжаю и так я собрал курки буду показывать но вот уже ранее показанный жираф такая достаточно зоологически правильная морда правда абсолютно короткая для жирафа шея все штуки его надо было несколько более длинно шеем изобразить для жирафа так он больше похож на акапе дальше все все что ниже шеи это уже механизированного то есть либо это такие киборги на основе животных то ли это заморфные роботы кстати этот отряд собирался хуже всего в нем самый упрямый был вот этот бык понятно что это бык кстати с было бы логично чтобы в отряд африка входил буйвол но голова у него не африканского буйвол это явно и вроде я видел где-то фотографии фигурок у которого голова была именно буйвол африканского это бык я с ним основательно помучился прежде чем оснастил его руками ну вот сзади у него вот такое вот устройство здесь видно нормально мощные лапы руки механические так следующим в этом отряде вот обезьяна подобное существо его голова похоже и на гориллу и на шимпанзе и на какого-то дегенерата алкоголика кстати он собирался тоже очень плохо намучился я и с ним все остальные отряды у них руки собирались очень просто присоединяясь к туловищу вот с африкой пришлось намучиться особенно вот с этим вот обезьянам и быком лев как зверь благородный позволил прицепить к нему руки достаточно легко но лев он такой несколько антропоморфный но узнаваемый гриева но в отличие от трех остальных вот у него шея еще чем-то защищена какие-то трубочки идут голове кстати еще что хочу сказать в этих фигурок стопы ну вот видно что там шов есть но не очень такой уж он критичный а еще бывает фигурки которые даже стоять не могут из-за шва это достаточно хорошо стоит это несмотря на то что покупался это все на литниках и так с африкой покончили пошла арктика ну самый такой выдающийся представитель отряда арктики это лось из-за своих выдающихся лопатообразных рогов вот вид сзади в районе лопаток у него какие-то параллелепипеды на крестце что-то странное ну вот такой вот зверобот лось следующий это зверобот свин можно конечно сказать что это кабан но мне почему-то хочется назвать его свином его руки и лапки значительно отличаются от других звероботов этого отряда они вон такие короткие это вот противопостоящий большой палец остальная кисть такая маленькая как будто это у него копытца следующая фигурка это волк растительность на голове немножко открыто даже груз с шерстью массивные лапы и это первый зверобот с хвостом как бы он не оказался единственным в данном наборе ну и наконец наверное предводитель этого отряда зверобот медведь узнаваемая голова на ногах у него очень мощные вот эти вот нижние суставы вместо хвоста у него какая-то пластина которая вообще проходит между ног но все-таки это роботы так следующий отряд это противники звероботов отряд пиночетов они же некрофашисты характеризуются очень такими большими наплечниками лицо череп каска похожего на германскую времен второй мировой но из-за того вот этого черепа они очень узнаваемы я помню что в 90-х когда они везде лежали звероботы как-то ну видно что они на основе зверей какие-то роботы ну и выделялись вот эти вот не столько даже из-за своей какой-то германской амуниции а из-за черепов вот у него такие сложные наплечники какой-то пимпочкой наверху также на наплечниках черепа недаром второе название микрофашисты микрофашисты официально в всяком случае при продаже они назывались пиночеты третий персонаж здесь вот он в этой немецкой немецком головном уборе который пришел на смену пилотки сначала вермахта была пилотка а потом что-то подобное не совсем воспроизводит тот головной убор но весьма узнаваемов такой намек в эту сторону так же на плечниках черепа суставы механические на спине почему-то какая-то вдавлена технологического этого робота ну наконец это видимо их предводитель фуражки с высоко задранной тулей также такие же наплечники с черепами из-за этой фуражки не носит название пиночеты хотя в такой фуражке только вот он один и наконец следующий отряд это панцироны это вообще какие-то странные существа не то они какие-то ракообразные не то насекомые отчасти видите руки у них несколько напоминают клешни этих я честно говоря не помню абсолютно они в отличие от остальных имеют ноги меньшего размера из-за того что они так согнуты у них так кажется и я честно говоря не знаю являются они союзниками пиночетов являются ли они союзники союзниками звероботов или это вообще третья сила ну это какой-то вот вид насекомого почему-то он мне напоминает богомола и красный как вареный рак среди них каким-то образом затесалось вот такое существо с рогами при этом его морда закрыта чем-то к ней подходит шланги что ли опять же лапы больше напоминающие клещи но с другой стороны бывает же у жуков причудливые выступы на голове всякие там жуки-носороги жуки-олени так что это может не отменять его насекомную природу еще один рогатик совершенно ничего не выражающий физиономии она правда в данном случае не насекомая но очень очень странная и еще раз я скажу что вот их я не помню они как-то в общей массе шли тоже с здоровенными наплечниками но уже над ними какая-то еще и скоба идет непонятного предназначения так это был четвертый отряд теперь мне хотелось сравнить размеры фигурок звероботов с размером фигурок битвы фэнтези но вот этот орг который обычно показывают для сравнения они практически одинаковые орг массивнее из-за шлема с плюмажем чуть выше можно сравнить с другой фигуркой ну вот этот вот явно пониже и более хилый по сравнению с орг ну ну орг существует это все же живое из плоти и крови это если был бомб живой то можно было сказать киборг а так это что робот с некроформой в общем странные эти некро существа а с другой стороны вспоминается что у технолога например есть набор киберскелеты скелеты в виде вернее роботы в виде скелетов что в будущем все может быть возможно и какой-то извращенная эстетика начнет воспевать смерть как таковую но мне все же больше по душе вот вот эти вот ребятки по крайней мере они дают намек на жизнь врага какие-то отличные ну ладно в общем я заканчиваю обзор пакетика пакетика с четырьмя наборами звероботов получился обзор длинный потому что четыре отряда ну надеюсь что кто-нибудь до конца и досмотрел спасибо за просмотр